Представлена записка секретариата, которая содержится в документе Е-Ц.19-2023.6, которая заглавлена «Осуществление свободного, предварительного и осознанного согласия в контексте коренных народов». Теперь я предоставляю слово господину Алексею Цыкареву, который представит этот документ. Алексей, вам слово. Благодарю вас, госпожа председатель, за возможность представить исследование достижения свободного, предварительного и осознанного согласия в контексте коренных народов. Уважаемые члены постоянного форума, братья и сестры, я благодарю членов постоянного форума и своих бывших коллег за то, что доверили мне подготовить данное исследование с целью внесения вклада в дискуссию о формирующейся практике применения принципа СПОС и создание дополнительной возможности для расширения применения этого принципа частным сектором. Исследование заостряет внимание на уникальности и взаимозависимости четырех важнейших элементов этого правозащитного принципа. Оно рассматривает СПОС с точки зрения концепции справедливости, выстраивания диалога и инструмента для наращивания потенциала как компаний, так и коренных народов. При этом приводится ряд примеров и методологий реализации СПОС на практике. Соглашаясь с тем, что обязательства в области прав человека не могут быть делегированы государствами какой-либо частной организации, необходимо признать, что и частные компании должны получать согласие коренных народов и заключать с ними соглашение, как это закреплено в декларации ООН о правах коренных народов. Более того, поскольку большинство государств не включили до сих пор принцип СПОС в свое национальное законодательство, его добровольное применение частными компаниями может помочь внедрить этот принцип в практику де-факто, что в свою очередь будет способствовать принятию законодательных реформ. Это как раз тот случай, когда наращивание применения принципа СПОС послужит основой для реформы законодательства. Более того, во многих случаях уже сегодня компании обладают большей гибкостью в осуществлении СПОС, чем государство. Собственные корпоративные политики и публичные обязательства компаний соблюдать СПОС должны иметь для них силу, такую же силу, как и закрепленные международными договорами обязательства государств. При этом любое нарушение обязательств неизбежно приводит как к репутационному ущербу, так и к финансовым рискам и потерям. Практика применения СПОС эволюционирует вместе с международными стандартами в области прав коренных народов. Эта эволюция может трансформироваться в стандарт, который допускает определенную гибкость на национальном и местном уровнях. Такая гибкость может быть обусловлена разновидностями институтов самоуправления коренных народов, их моделями принятия решений, а также историческими отношениями с государствами и частным сектором. При этом, когда мы говорим о гибкости, мы ни в коем случае не имеем в виду размывания основных элементов СПОС. С учетом их взаимозависимости и взаимовлияния ни один из этих элементов не может быть использован изолированно друг от друга. Исследование содержит ряд примеров из России, Соединенных Штатов Америки и Азии. Не все из этих примеров можно считать классическими примерами применения СПОС. Однако во всех из них применение СПОС усиливает достигнутые соглашения. Столкнулся с тем, что существуют примеры, когда коренные народы не настаивают на СПОС, поскольку уже имеют взаимные соглашения или текущее сотрудничество с промышленными компаниями. Вот один пример из российского таймыра, где компания инвестирует в строительство новых жилых домов и цехов по переработке мяса для коренных народов. И это рассматривается как прямой запрос со стороны коренных народов и сотрудничество, которое не требует дополнительных соглашений, основанных на принципе СПОС. Существуют также примеры, когда коренные народы даже критикуют компании за применение принципа СПОС, считая, что они тем самым затягивают принятие важных для них решений. Однако совершенно очевидно, что благодаря применению СПОС в любом случае позиция коренных народов всегда становится только сильнее. Соглашение становится более надежным, а его дальнейшая реализация более прозрачной и компания более подотчетной. Хотел бы сказать, что в исследовании СПОС рассматривается как длительный и всеохватывающий процесс, характеризующийся определенными действиями, которые должны быть согласованы сторонами. СПОС не может быть рассмотрен отдельно от мер должной осмотрительности, создания плана по взаимодействию с коренными народами, плана по минимизации последствий промышленной деятельности, выплаты компенсаций и переговоров в духе доброй воли. Однако, когда мы рассматриваем концепции справедливости и роль СПОС в этих концепциях справедливости, важно понимать, что... Речь идет не о деньгах, конечно. Справедливость соглашения доказана не тем, насколько много средств компания выделяет коренным народам на компенсации или инвестирование в их устойчивое развитие, а тем, выдержит ли оно испытание временем, насколько устойчивым оно будет и будет ли выполняться сторонами. Деньги не могут заменить право коренных народов на землю и культуру. Например, для оленеводческих народов олень имеет культурное, сакральное значение. Трудно посчитать ущерб, нанесенный языку, например. Поэтому справедливое соглашение выражается не в финансах, а в уважении к людям, к коренным народам, к их правам. И я хотел бы процитировать председателя постоянного форума, господина Дарио Хосе Михея Монтальва, который сказал, что для сохранения своей самобытности коренным народам необходимо три ключевые возможности. Возможность владеть своими землями, возможность мыслить как предки и, наконец, возможность самостоятельно принимать решения. Когда мы говорим о СПОС, мы помещаем эти принципы в правовые рамки. Это полностью согласен с мнением председателя постоянного форума. Уважаемые коллеги, я хотел бы в завершении сказать, что исследование предлагает некоторые выводы. Я, конечно, не буду все из них зачитывать здесь, но хотел бы три пункта подчеркнуть. Первое. Компании должны перестать рассматривать коренные народы в качестве заинтересованных сторон. А вместо этого должны признать коллективные, индивидуальные права коренных народов. То есть коренные народы должны рассматриваться как правообладатели, а не стейкхолдеры. Второе. Это то, что международное сообщество должно поощрять эволюционное формирование практики посредством сбора документации и обмена опытом. И даже в сложные времена, которые сейчас настали, в международных отношениях, этот обмен опытом должен быть продолжен. В связи с этим особенно важно дать понять, что применение принципа СПОС это процесс, которому можно и нужно учиться. И что необходимы прецеденты для того, чтобы ни государство, ни промышленные компании не боялись применять принцип СПОС на практике. При этом в качестве передовой практики можно использовать опыт организаций коренных народов, их органов принятия решений, которые могут быть посредниками между сообществами, затронутыми пострадавшими сообществами и представителями компаний. Я бы хотел поблагодарить всех тех, кто в ходе дебатов на этой сессии ссылался на данное исследование. И надеюсь, что наряду с предыдущими исследованиями специального докладчика, экспертного механизма, постоянного форума, данный доклад послужит основой для дальнейшего совершенствования практики применения СПОС в мире. Я благодарю вас, госпожа председатель. Спасибо.